Мы так и не сделали фильм, я прошу прощения, но у меня есть этот фильм, вот он видите, похожий, спасите наши души. Еще раз, значит, люди усталые, с похмелья, не выспавшиеся, источник повышенной опасности, не просто на дороге, а из-за гипотогенных зон. Внимание, специально говорю еще раз, ничего не показывает то, что внизу. Значит, несколько аварий видел, и по местному телевидению, и все жаловались, на какую-то секунду крыша едет, даже у здоровых людей, а не алкоголиков. Вот, прошло время, вот я начал за этим бороться, я начал узнавать, я начал расследовать, я начал, значит, все проверять, я обратился к телевидению, оказалось, что им не надо, вот, уже после этого, как хотел я спасти, чтобы было вот это вот самое, а тут нету, сейчас, ну чуть ниже, вот, Москва показала еще в этом месте аварию, в котором я говорю, вот, с трупами, и вот это место, ничем, никто не снижает скорости, я недавно догадался, что в интернете набрал аварий, Сайногорске, смотрите, вот, это уже после того, когда я колокола бил, когда я обращался к Путину, когда я это самое, спасите наши души, там тысячи просмотров, вот, мы живем в такой стране, где надо нас начихать, смотрите, только в этом месте, видите эту стелу, вот, кто знает, где эта стела, в этом месте, смотрите, в этом месте, вот, а теперь смотрите к нам ближе, то есть до сих пор и никогда, я боюсь, что мы потеряем еще тысячи жизней, тысячи сирот, каких тысячи, десятки, сотни тысяч, если брать за десятилетия, сирот, могил, горе, только потому, что никто не знает правду, вот, что можно, вот, допустим, я к Есереву обращаюсь, он самый такой деятельный из моих помощников, да, вот этот кусочек, вот, начиная вот с этого, вырежьте, ну, как это, потом, естественно, он попадет ко всем вам, рассылка, вот, ну, так трудно, чтобы 100 человек одновременно послали в Академию наук этот фильм, вот, потому что, как, я, ну, такая беспомощность, у меня же когда-то руки могут опуститься, ну, почему я один воюю, почему я знаю правду, почему я в этом фильме, я же ездил это самое, все это проверял с рамками, ходил, ездил на машине на малой скорости, вот, все это правда, статистика страшная вещь, вот, вот, и вот это направляется к отношению власти, они не дураки, нет, они даже не предатели, они не эти самые, не убийцы, они просто не ведают, что творят, их мироощущение, их сознание, вот той элиты, которая сейчас, она за пределами этого находится, вот, самое интересное, я вот, понятно, записаешь, один губернатор разбился, второй разбился, третий разбился, вот, чинов поменьше, они же тоже гоняют, им же плевать на эти, да, скоростой режим, кто там, зам губернатора, они же тоже по полной кладбище, они не виноваты, они просто, и не дураки, они просто не в курсе, а им приказать может только один человек, еще раз, ребята, я вынужден на этом акцентировать, нахожу похожую публикацию на моей же, я же печатался до этого, вот, и там областной город, человек, который тоже придумал, посмотрите, как это, что должно останавливать людей, это мое, это мне Денисенко нарисовал, идея моя, череп кости, вот, его исполнение, за это ему надо госпремию дать, потому что, знаете, а у него, у этого товарища, капля, такая яркая, красная капля крови, большая такая, выразительная, вот, ну и остальное так же, местная ГИБДД, а ему говорят, а вы знаете, что каждый такой щит стоит сотни тысяч, это, конечно, привлечение, но типа пошел-то и за свои деньги ста, кстати, кто бы ему позволил, вот, то есть нас два таких городских сумасшедших на всю страну, как минимум два, в каждом городе есть кладбище, дороги смерти, они официальные, весь интернет забит дорогами смерти, ладно бы я один, там сотни, если не тысячи примеров, дороги смерти стоят и идут эти самые, перенесите, уберите дорогу, обойдите эту зону, да, но это же деньги, или хотя бы вот это нарисуйте, чтобы они уже плавненько ездили, потому что такой плакат напугает кому угодно, а этот, а этот, они же его нарисовали, куда он делся, они же нарисовали этот самый плакат-то от отчаяния, потому что они знают, здесь гибнут люди, бьются машины, портится их статистика, ну кого хоть одного задержал, они же не могут написать сорок, люди будут на висках крутить, дорога чистейшая, а кто в жонах этих понимает, вот этот эмоциональный рассказ, сегодня я весь на эмоциях, вот, пожалуйста, это самое, дорогой друг, и не вы один, даже если три человека этот разместит на разных аккаунтах, по-своему обзовет, тридцать человек, триста, вот что нам надо, ну иначе они достучаться, только один человек в стране может дать команду, вот, но до него же не доходят, его же оберегают, ну, это после того, когда я уже фильм сделал, уже, ну, что это, ай, все, проехали, ну, эти трагедии только из-за этого, страшная геопатогенная зона, уж поверьте белокатовщику, геопатогенная зона в нашей жизни, участок соседский, недострой, гигантской высоты, шестиэтажный дом, за двадцать лет поднялись эти, тополя, прекраснейшее место, слева растет десяток сосен, им уже по тридцать лет, не дичают, урожая каждая по пять десятилетий, слева, китайки, справа, вот, вот это вот, прямо вот отсюда вот это вот место, вот этот участок, страшнейшая геопатогенная зона, пробовали садить картошку, не растет, за эти годы не выросли те, которые называются самосев, вот это тоже самосев, все тут сплошное, а все это, вот, вот это, рядом прекрасная почва, вот это, почва негодная, поставить здесь дом, хоть дом угадали где ставили, правда не достроили, да, а если бы достроили, посадить здесь, а вы знаете, еще так, для общего развития скажу, вы знаете откуда берется понятие черная вдова, кто-то валит на женщин, пожила с мужиком он умер, пожила с другим он умер, а ничего, пожила с третьим умер, а теперь представьте, человек все на одном и том же месте, они живут, и каждый раз к ней в дом попадает мужчина, каждый раз попадает в геопатогенную зону, начинает гаснуть, несколько лет, да, дом на том месте, кровать на том месте, а и восприимчивость к геопатогенным зонам совершенно разная. У женщин и мужчин? Нет. У разных мужчин? Нет, у женщин и мужчин есть биополе, мы до этого не дошли, Елена Александровна, представляете, когда вы там, через 10 дней, давайте доведем до ума, итак, каждый человек обладает биополем от нуля до нескольких метров, причем это ноль, это у людей компьютерщиков, или как на нашем заводе, там 175 тысяч этих самых ампер ток, снимает биополе, ну как, наш знаком сдирает, там у них нет биополе, вот, у больных нет биополе, а многих от рождения нет биополе, и тут же рядом метр, 2 метра в диаметре, 3, 4, 5, это экстрасенс, чем больше, тем ближе к экстрасенсу, эти люди могут повлиять, разогрелся на тебя, прощай, Вася, вот, значит, любят тебя, тебе комфортно, он делится энергией, и защита от этих природных гипотогенных зон, от компьютера, от тока высокой частоты, сейчас же по всей стране же подоставили этих вышек, здоровье уже не будет населения, знаете, самое, да, страшное излучение идет, оно сродни родственное нашим, потому что это не электромагнитное излучение, вот, вот эти вот вышки, в которых работают наши телефоны мобильные, еще страшнее эта вещь, и это все компенсируется только на личном биополе, если это черная вдова, женщина с большим полем, рядом на этой кровати лежит мужик, один помех, второй, третий, заработал звание черной вдовой, причину никто не знает, это хотите ведь, хотите нет, вот, но я столько уже намерил этих квартир.